Мужской понедельник Татьяна Щербакова, доцент кафедры романа германской филологии факультета лингвистики Ветского госуниверситета Татьяна Валерьевна, добрый день Добрый день И студентки, собственно, факультета лингвистики опорного вуза Анна Гущина Добрый день И Дарья Хлупина Здравствуйте Второй курс и первый курс представлен Ну что, махнем в Китай Мы очень ждем от вас такой красивой, содержательной беседы Мы не планируем никуда выбираться В ближайшее время На молодежный форум точно нас с тобой уже не позовут За границу Такую прекрасную студию, как Китай Хотим знать, как вы съездили, с кем общались На какие темы, чем удивляли Чем вас удивили Ну, наверное, Татьяна Валерьевна, с каких-то орг-моментов Начните, пожалуйста, что вообще это за мероприятие Его значение И почему 8 студентов Вятского госуниверситета Поехали на этот форум Ну, это мероприятие Такое, из названия уже понятно Что это четвертый форум Мы в нем участвуем Первый раз на китайской стороне Мы участвовали Наш вуз, имеется в виду, участвовал во втором Который проходил в Самарской области Два года назад То есть, в общем, это такое ежегодное мероприятие Которое поочередно проводится То в России В рамках Иволги То в Китае И каждый раз в Китае какая-то новая провинция выступает в качестве организатора этого мероприятия На этот раз провинция Аньхой Аньхой, да Центральная А это вообще где? Это центральный Китай Ближе к югу Так, себе представил карту Китая Да, вот если представить себе карту Китая Вот так если, да То это, ну, от Шанхая Три часа от Шанхая на поезде Вот уже привязка понятнее В центр страны Далеко вглубь Китая забрали Не пограничная территория Нет, нет И вот, наверное, девочки со мной согласятся Что самым сложным для нас было Это как раз переезд Он был очень длинным Мы ездили на всевозможных видах транспорта На которых только можно представить Нет, верблюдов там нет Но мы ездили на скоростном поезде В Китае есть верблюды? Я видел Ну, мы их не видели А, вы их не видели? Нет На скоростном поезде, который ехал со скоростью максимальной Когда мы ехали из ХФ в Шанхай На обратном пути 253 км в час Так это же быстро на обратном В чем сложность? Или страшно было? Ну, просто у нас было много пересадок Мы билеты покупали в последний момент практически И поэтому у нас получился Очень такой сложный маршрут При этом я признаюсь вам Что я Как-то у меня в голове не было даже такой мысли О том, что в Китае ходят поезда И на поезде можно было ехать Из Пекина до ХФ А нет, мы пошли сложным путем Мы из Пекина летели в Шанхай Из Шанхая ехали до ХФ уже на поезде А из России? Из России, из Кирова до Москвы Из Москвы до Пекина и так далее Ну, и это, значит, такое мероприятие Которое было начато по инициативе Михаила Викторовича Бабича Он, да, да, да Полпредпрезидентов ПФО Вот это такое региональное сотрудничество Двух, значит, регионов российского и китайского Соответственно, которые не граничат друг с другом И это, в общем-то, уникальная ситуация И уникальный проект Значит, ПФО И провинции среднего и верхнего течения реки Янзе То есть там 4 или 5 провинций Точно не помню, к сожалению И вот наш весь ПФО Российская делегация-то вообще в целом большая была? 14 субъектов ПФО было представлено Все участники Все участники, да И от каждого примерно, ну, вот, 10 человек 9, 10, 11 человек Каждая область, каждая республика То есть полторы сотни То есть, да, россиян где-то было 150, может быть, 160 человек Плюс такое же количество участников с китайской стороны Плюс волонтеры, сотрудники Все, кто обеспечивал наше нахождение там Вот все эти мероприятия И так далее То есть в общей сложности Где-то более 400 человек было задействовано в этом форуме Ну, для китайцев это вообще незаметная цифра Ну, да, цифры, конечно, там Учитывая численность Численность населения В деревнях по миллиону живет 400 человек Это я даже не знаю Одна избушка, наверное, только задействовала Когда мы ездили в город Ну, в эти горы Хуаншань И когда я спросила нашего гида А большой ли город Хуаншань? Он сказал, нет, город маленький Всего полтора миллиона Три Кирова Да Ну, давайте спросим студентов Конечно, это все-таки молодежно Я думаю, что пусть лучше девочки расскажут Как вас отбирали? Вас видится не просто так А заслуги определенные, да? Ну, нас отбирал наш деканат Он выбирал в первую очередь студентов Которые хорошо владеют английским языком Возможно, кто-то владеющий китайским языком У нас есть одна студентка Которая изучает китайский язык Ну, в свободное время И также смотрели ребят-активистов Которые вложили хороший вклад В активную жизнь университета И нашего факультета Что именно вы, Анна, внесли? Похвастайтесь Похвастайтесь На своем факультете я являюсь Председателем студенческого совета Также председателем студ-клуба Организовываю студ-весны Студ-осень В нашем университете Ну, на своем факультете То есть это такой моторчик факультетский, да? Да, можно так сказать Который заставляет Собственно, да В Китае Сбивать масло из молока Да, Дарья Я помогала в организации Студ-весны и Студ-осени Принимаю участие во всех мероприятиях Которые организует факультет и вуз И помогала также в организации Таких проектов Как проектная школа И так далее Ну, я просто хочу сказать Ну, да, я еще первокурсница Да, да, да Она в начале своего пути Она еще только на разгоне Я вообще хочу сказать Что я очень рада Что вот Те девочки Которые ездили Нас всего было 9 человек А все все девочки? Да Были только девочки 8 человек То есть что, установка такая Была, что как раз Мальчиков не возите Ну, вот вы понимаете Мальчики как-то На первом же этапе Где-то отпали Потому что возникли вопросы С оформлением загранпаспортов Поскольку они дотянули Это до последнего момента И Ну, русские мужики Конечно, все понятно Да, да, да Но им предлагали все Конечно У нас было два молодых Два молодых человека Было у нас в составе группы Два молодых человека Но Когда стал вопрос о том Что Давайте уже вот документы Покупать билеты Уже все А вот Такая незадача Ну, а девочки отсеялись сами У девчонок все было готово Да, да Девочки были организованы И вообще я хочу их Сказать им спасибо И поблагодарить их Потому что Это была, наверное Самая лучшая делегация Поскольку они были Весьма активны Они легко Без каких-либо Без стеснения Без боязни Без каких-либо преград Сразу начали общаться Со своими китайскими Сверстниками Нашли много друзей И на финальной выставке Фотоотчет о Значит В всем форуме Ну, на всех фотографиях Практически были только Наши девушки Наши Отлично Во-первых, красавицы Умницы Активисты Это да Это было очень приятно Это была ваша первая Вообще поездка за границу Первый опыт Нет или раньше Ну, такой массовый Пожалуй, первый Да То есть Ездили когда-то отдыхать А вот Чтобы на форум Целенаправленно В Китай Это, конечно же Первая поездка И она была очень классная И нам всем понравилось Безумно Ну, давайте Пойдем постепенно Собственно Пошагово Как встречали? Ну, нас встретили Китайские наши друзья На вокзале В Шанхае Довезли до Хэфэя Вместе с нами На поезде Доехали Встретили потом С Хэфэйского вокзала Нас на автобусе Довезли Коммуницировали Как на английском Да, но были волонтеры Которые владеют русским языком То есть В принципе Среди китайцев Есть люди Владеющие русским языком Да У них в университетах На многих университетах Есть факультет русского языка То есть Есть китаянки Китайцы Которые хорошо знают русский язык То есть В принципе Общение было несложным Даже иногда Если кто-то не знает русский Английский Можно было даже на жестах Все объяснить То есть Это не проблема была для нас Тем более Мы переводчики Для нас несложно пообщаться На любом языке На любом языке, да Так Приехали Разместили вас Разместили нас В шикарном отеле Прямо рядом с нашим университетом В котором Котором мы были прикреплены Это Анхойский университет И сразу же отвели покушать Потом были различные мероприятия Везде нас встречали Провожали В плане Ну Гостеприенность была на высшем уровне А кормили такой китайской традиционной едой? Совмещенной То есть выбор был? Да Мы жили в отеле У нас каждое утро был шведский стол В котором были представлены Как традиционные китайские блюда Так и что-то из европейской кухни Что такое традиционные китайские блюда? Слушай, лучше не углубляться Не представляю даже себе Лучше не углубляться Иногда по телеку смотрят Наверняка что-то из морепродуктов Наверное что-то Ой, кабы только из морепродуктов Да? Там из равных продуктов На берегу моря морепродукты были Но не в таком количестве Как вот в приморских городах Там они все же И насекомые И прочая такая нетрадиционная живность Они все же поедают Зря вспомнил Да, я думаю зря углубляться Не будем в это Но вы наверняка искали на столе То, что вам ближе Да? По вкусу Но не рисковали Чтобы форум не провести В каком-нибудь другом месте Нет, ну мы попробовали все Да? Все-таки рискнули Наверное в последний день Нет В течение всего форума Пробовали что-то необычное Выбирали одного добровольца Значит, это пробовал Потом все смотрели А потом быстро на него Как он наблюдал Нет, ну насекомых Конечно же в еде не было Все Было достаточно Подобленно хорошо для нас Да нет, мы шутим Не шутим они этих лязяком Просто они хорошо готовят Тогда паузу небольшую Нужно сделать Давай сделаем Непосредственно к работе Перейдем Наших студентов Пауза Студенты нашего опорного вуза Посетили Аньхойский университет Один из многочисленных Я так понимаю Университетов в Китае Поднебесной Мы продолжаем наш разговор Татьяна Щербакова Доцент кафедры Романа германской филологии Факультета лингвистики Вятского госуниверситета И две студентки Анна Гущина И Дарья Хлупина Вы ведь не с пастыми руками Туда приехали Конечно нет Что-то привезли Мы привезли традиционные Вятские сувениры Дымковскую игрушку Которую мы также представили Без вариантов уже Что везем Дымковскую игрушку Везем Игрушки Я потом задам вопрос У нас еще в первом часе Возник небольшой Продолжайте Извините Также шоколад Потому что в Китае Нет такого шоколада Какой продается В России И практически все Участники поездки Привезли с собой В подарок китайцам Шоколад Также различные Откуда вы узнали Что нужно шоколад везти? Татьяна Валерьевна Нам подсказала И также различные Открытки с изображением Города и страны Чтобы было Что показать И рассказать То есть не только На нашего города Но и целиком И Россию в целом В целом За страну Да действительно Просто мы когда В первом часе Представляли программу Второго часа Значит вот Володя сказал Как раз что Наши студентки Как ты сказал Умудрились Умудрились Привезти презентацию Дымковской игрушки Я переспросил Что разве в Китае Запрещено показывать Дымковскую игрушку А они все таки умудрились Как это происходило Просто вот у меня Вопрос такой возник Вот из-за его фразы Как вы презентовали Дымковскую игрушку Ну у нас был В один из первых дней Обмен по культуре И мы рассказывали Про свою область То есть каждая область Рассказывала про себя Мы рассказали Про дымковскую игрушку Ну показали Рассказали Рассказали историю Да И также раздали Всем участникам раскраски Чтобы они также Попытались раскрасить Дымковскую игрушку Но китайцам Очень понравились игрушки Они стали подходить А можно потрогать А можно то и это Пофоткали То есть им очень понравилось Ну, совсем другая же у нас культура. Совсем другая, безусловно. И для них это в новинку, да. А так, чтобы своими руками сделать игрушку, нет? Так они и так для них, вон, какой интерактив устроили еще раскрашивать. Просто у нас сейчас такой тренд, да? Ну, это у нас. Вот когда они к нам приедут, будут делать свои руками. Конечно, потому что ведь надо было бы с собой материалы вести. А глина-то у нас своя. А у них какой нет? Учитывая, что там 300 человек участников, это ж вагон, наверное, надо было. А китайские товарищи что подарили? Что презентовали? Они подарили различные сувениры, там веера, конечно же, каждому участнику. Различные ручки красивые, потом кисточки. Университет нам подарил шикарный свиток, на котором представлено традиционно. Каждому такой разворачиваешь красивый, и на нем такая маска, женская маска. Это традиционная китайская промысел вырезания из бумаги. То есть мел, в общем, очень такая тонкая филигранная работа. Очень красивая. Каждому подарили участник по делегации? Ага, вот я читаю, вас должны были познакомить с историей, с национальной культурой, посетить музей, лекции, лабораторные занятия. Вот расскажите поподробнее. В смысле лабораторные занятия? Что такое? Прямо как здесь у нас, да? Демонстрировали различные технологии и дали даже возможность попробовать что-то из современного. Например, о чем идет речь? О чем, о чем? Мы, например, посещали компанию iFly Tech, в которой нам рассказывали о возможностях современного перевода, когда ты произносишь фразу на китайском, а тебе отвечают уже на английском. И дали возможность попробовать что-то произнести, чтобы компьютер это перевел. Так, подождите, я говорю по-китайски, мне в ответ по-английски? Да, да, да. А зачем? На любом языке или на русском. То есть мне ответ уже говорят на другом языке? Нет, нет, перевод ваши фразы. А, перевод, а то я думаю, я спрашиваю по-китайски, мне отвечают на каком-то еще языке. Нет, а вот то, что отвечают, это к вопросу о телевидении. Показывали, значит, телевизор, который можно без пульта будет управлять. То есть говорите телевизору вот так. То есть разговаривать можно будет с телевизором, да? Да, вот эта фраза, разговаривая с телевизором, наполняется смыслом абсолютно. То есть уже не будет человек чувствовать свое одиночество, он может поговорить с телевизором. Вот современные технологии сюда и идет. А что, Google-переводчик, он еще не дошел до этого, что ли? Ну, это совсем другой уровень какой-то, да. То есть Google-переводчик, он все равно требует участия профессионального переводчика в редактировании, в переводе, что с русского, на английский или обратно. С русского, на китайский, мне кажется, в первую очередь, судя по тем товарам, который нам из Китая. То есть тот уровень, который нам показали, он, конечно, впечатляет. А насколько точный перевод-то получается? Абсолютно. Абсолютно точный? По крайней мере, мы не знаем, как с китайского, но когда с английского на русский, и с русского на английский, то практически... То есть вы как профессионал удовлетворены? Да, да, абсолютно. Классно. Но, тем не менее, меня это, конечно, несколько опечалило, поскольку... Как же тянуться к знаниям, как же учиться, да? Но, конечно, все равно без живых переводчиков все-таки, наверное, не обойтись. Без живых, конечно, нет, потому что при общении жесты ты ведь не переведешь. Такая машина жесты не переведет. Интонации. Интонации тоже, да. Анна, Дарья, может быть, перед началом поездки у вас вот какие-то мифы были о Китае, вот что-то такое вот? Вот вы были уверены, что это стопроцентно так, а оказалось все наоборот. Было что-то такое? Да, я думала, что все китайцы грубые в общении и непривитливые. Все оказалось совершенно наоборот. А на каком основании вы так думали? По слухам. По слухам, да? То есть как бы... Что они хмурые, недовольные. Оказалось все совершенно наоборот, что они только рады гостям. В частности, русским гостям, потому что Россию в Китае очень сильно любят и уважают. И, в общем, все оказалось лучше, чем я предполагала. А вы? Как думали о китайцах, когда ехали? Ну, я переживала больше по поводу еды, потому что мама сказала, не ешь китайскую еду. А мы приходим, и она везде, и ты не знаешь, что делать. Но в итоге еда оказалась вообще шикарная. Мне очень нравится. Даже хочу сказать, сегодня пошла в стол. То есть маму вы ослушались? Да. Сегодня пошла в университет и беру вилку. Вилкой вообще есть уже неудобно. Только палочками, да? Да, даже купила с собой, так что, думаю, дома буду есть только палочками. Ну, кстати, у нас в Чпецке, да ведь, не так давно открылось производство. У нас будет полна область китайских палочек. Да. Лабораторное занятие, мне еще интересно, еще что-то демонстрировали такие новинки. Именно занятия, то есть вы просто показывали или вы как-то участвовали в них? Участвовали, да? Мы были в различных университетах, и в каждом университете города ХФЭ... Их там несколько в этом городе? Да, очень много. А, ну так, городат большие, правильно. Ну, мы были самых крупных, и там нам показывали различные площадки. То есть в одном мы делали различные поделки, всякие цветочки там, что-то еще. Пытались на инструментах музыкальных играть. Где-то была у нас как ярмарка мировых культур, то есть был концерт. Потом была ярмарка, различные представители студентов иностранных нас угощали различными кушаниями, что-то там еще было. И что же еще мы посетили? Ну, надо сказать, что мы посетили Китайский научно-технологический институт. Это вообще такое уникальное учреждение для Китая. Это ведущий их научно-исследовательский институт, где как раз эти передовые новейшие технологии, они и разрабатывают, и продвигают. Мы ходили, в частности, в лаборатории, связанные с пожарами, пожаротушением. И вот это все, что с этим связано. Но поскольку девочки лингвисты, и как мы к технической стороне... Ну вот я тоже хотел спросить, да. Имеют мало отношений. Причем здесь языковеды. Да, ну нас всех просто вместе возили. Потому что это вот самая крупнейшая в Китае, и одна из самых крупнейших лабораторий в мире, в принципе. Значит, и наши русские студенты из других вузов, которые вот с технических специальностей... То есть нам-то это было как бы не совсем понятно, и, скажем честно, может быть, не всегда интересно. То те, кто связан с техникой, они были в полном восторге и говорили, что такого оборудования вообще в России не видели. Что это самое передовое, что только можно представить. И что все это на высшем уровне... Ну, пришлось поверить на слово. Да, да, да. Нет оснований не верить им. Так что вот это еще один из вузов. Ну и 3D, вот эти все технологии, которые нам показывали, это, конечно, вообще умопомрачительно. 3D, что это? Что за конструкции? Они знакомили нас как раз вот в этом научно-технологическом институте. Значит, это что-то с играми связано, да? Значит, какие-то вот они кубики выдавали на экране, там какие-то игры. Ты эти кубики большие поворачиваешь, твой герой двигается, участвует как-то. Мне кажется, про игры-то они нам лучше расскажут, девчонки. Да, да, да. Что там, что за кубики были? Дарья. Я как раз выходила на сцену и принимала участие перед публикой в этом. Нам давали большие кубики с изображением героев и с кодом, по которому камера считывала и выводила на экран изображения уже героев. Героев всемирной известной вселенной Марвел, соответственно, такие персонажи, как Халк были доступны и так далее. И можно было посмотреть и как-то взаимодействовать с этими персонажами. И просто это очень необычное. Кубик это что-то было, что-то вроде управляющей такой конструкции, да? Да, при помощи которой можно было как раз выводить изображение на экран. И каким-то образом управлять ее на экране или нет. Да, вращаешь кубик и изображение тоже поворачивается. И это выглядит все как магия на самом деле. На самом деле выглядит как магия, да? Да, да, да. Человек с кубиком там что-то это колдует. Что-то вот я подозреваю о том, что китайцы решили покорить наших 100 отечественников. Вот самые такие технологические новинки. Подождите, несколько месяцев пройдет, все это сюда придет. Кстати, когда они... Вы имеете в виду продукты? Конечно. Да, вот это все. Они же разрабатывают их для кого? Не для себя. Для того, чтобы им пользоваться. Хорошо. Да. А выступить, возможно, на сцене, рассказать, какую-то презентацию сделать? Свою. Да, свою. По поводу ваших каких-то разработок, достижений, наработок. Может быть, там, не знаю, общественных. Да, и вообще вам, что вот вам как лингвистам-то, что было интересно, в чем поучаствовать? Что узнали нового? Ну, скорее, нам был полезен большой опыт общения с иностранцами, потому что многие китайцы также изучают английский, и у многих английский очень развитый. То есть ты все время общаешься и развиваешь свой уровень, помогаешь своему китайскому другу также развить свой уровень языка. И это было для нас достаточно полезным. А насчет презентации, ну, как мы уже сказали, представили дымковскую игрушку. И в последний день на закрытии мы танцевали народный танец «Калинка-малинка» вместе с китайцами. Насчет английского хочу спросить. Дело в том, что когда иногда англичане к нам приезжают и беседуют, в том числе с пускниками нашего муза, они иногда говорят, есть такой термин, русский английский. Русский английский от китайского английского сильно отличается? Очень. Очень сильно. То есть так, как они учат английский, так, как вы, да? Так, как они говорят на языке ИВ. А в чем там вот? Ну, может, учат они примерно одинаково, как мы, но произношение, оно очень отличается, потому что у них есть и тона свои, Но китайский язык музыкальный язык, да? Да, да. То есть они это в английский тоже переносят? Они его тоже полют, да? Стараются. Да, и у них тоже, можно сказать, то есть когда говорят на английском, говорят же, как будто у тебя каша во рту. Вот у них своя каша во рту, у нас совсем другая. То есть такой опыт для лингвиста, каждый говорит с другим человеком, носителем. Оба носителя чужого языка, скажем так, другого языка, то есть говорят на английском. Вот этот опыт такой интересный. Но, несмотря на это, вы понимали друг друга, да? Да, конечно. Как они сказали, жесты-то всегда под рукой. Да, всегда можно что-то непонятно объяснить. Сколько там в китайском языке оттенков вот этих... Четыре интонации, да. Четыре интонации. Лучше их не путать. Слово, произнесенное, да, с определенной интонацией, оно значит совершенно другое, нежели с другой интонацией будет произнесенного. Подарки, может быть, какие-то? Вот кроме тех свертков, свитков, что привезли, что еще? Ну, мы почти все привезли чай, палочки, веера, различные сувениры. А веера у вас у всех разные? Да, разных размеров. Еще у нас в один день нас обучали искусству тайцзы. Да, мы учились сражаться там. А тайцзы это боевое какое-то искусство? Да, да, но оно такое очень плавное, осторожное, нежное, и нам подарили костюмы традиционные, в которых надо бороться, и веера, с которыми мы тоже учились какому-то вот такому боевому искусству. Боевое искусство с веерами? Да. Очень впечатляюще, кстати. Так что это красиво, плавно, да, а итог-то этого боевого искусства все равно это поражение противника, да? И лучше бы это не использовать, конечно, да. Это же как-то страшно сейчас по политеху. В целях конкретных, да. Татьяна Валерьевна, вот студенты, да, просто съездили, а какая-то, не знаю, сейчас, возможно, есть какая-то ответственность, обязательства сейчас есть? Или просто поездка, нет, вот дальше? Нет, почему? Это проект, я уже сказала, проект, который уже, ну, четыре года он уже, по крайней мере, существует, теперь дальше, конечно, будем дальше участвовать в нем, развиваться, какие-то новые контакты, новые связи. Ну, я думаю, что, в принципе, было бы очень хорошо установить такие достаточно плотные и регулярные контакты с китайскими вузами в плане обмена студентами, уже на постоянной основе. То есть уже на уровне вузов, да? Да, на уровне вузов. Но я думаю, что, вот мы вчера только еще приехали, мы еще осмотреться не успели, что и где, как происходит, как вы нас пригласили делиться своими впечатлениями. Я думаю, что мы обязательно встретимся и с нашим ректором, и, может быть, даже на уровне губернатора, пообсуждать эти вопросы. Губернатор тоже был в это время в Китае? Он был, да. Мы успели с ним несколькими словами перекинуться, сфотографироваться. На русском? Да, на русском. Вот, то есть это такое дело перспективное. Конечно, вот из ПФО, кто был с нами вместе, то у них у всех есть партнеры, вузы-партнеры, вот именно уже в этой провинции даже, или в других провинциях. И студенты русские ездят либо на курсы, либо на обучение. Китайцы к ним приезжают. В общем, это такое очень перспективное направление для развития вуза. Мальчики-то китайские комплименты делали? Это не то слово. Я как раз хотел про мальчиков спросить. Да, ну хорошо, перебил. Давай сделаем маленький перерывчик, потом про мальчиков. Хорошо. Хорошо, у нас реклама. Продолжается мужской понедельник. Мы говорим на тему четвертого российско-китайского молодежного форума Волга-Янсы, который завершился на днях. И, собственно, поучаствовали в этом мероприятии наши гости. Татьяна Щербакова, доцентра кафедры роман-германской филологии факультета лингвистики ВИАТГУ и студентки факультета лингвистики Анна Гущина и Дарья Хлупина. Что мы хотим узнать-то? Мы хотели как раз поговорить. Ну, мы так это обозначили тему о мальчишках китайских. Но речь немножко не о том, я думаю, вопрос в том, что вот как вы с аудиторией, которая вас встречала, как вы общались? Вы сами себе выбирали друзей или к вам кого-то там общаться. Иногда мы идем, думаем, ой, надо же пообщаться с китайцем. Я не знаю, о чем. Ой, какая-то проблема. Но потом где-то на второй вроде бы день, если не ошибаюсь, нас всех поделили по парочкам. То есть пара китаец и русский. То есть представили каждой русской представили китайского мальчика, да? Да, ну, либо наоборот. Либо наоборот, понятно. И в течение всего форума мы общались, ну, конечно, с другими мы тоже общались, это бесспорно. Но вот с этой парой мы должны были пройти в течение всего форума. То есть помогали друг другу, учили чему-то на русском, а не нас чему-то на китайском. Также нам дали задание, что мы должны все научиться говорить вот фразу четвертый всероссийско-китайский молодежный форум. По-китайски? Да, мы по-китайски, а не на русском. Можно разучить, да? Да, сейчас. Ну, это только Аня может сказать. Я знаю, только десидьен луэнта. Так, что? Какое слово здесь было молодежное обозначение? Молодежное. Ну, мы каждый день, в общем, понемножечку учили, и китайцы тоже научились эту фразу говорить. Но не все. Ну, кто постарался, тот это выучил. Но какое слово молодежное обозначает, я, конечно, точно вам не скажу. Главное, что я знаю фразу. А по-русски чем-то научили? А они вот точно так же сейчас где-то на китайском радио пытаются по-русски сказать название этого форума. Представляешь? Ну, мы надеемся, что да. То есть не вы не мутитесь, не тоже сейчас мучаются. А вообще, смотрите, получается так, что какой-то немножко навязанный собеседник. Были сложности вот такие в общении, да? Или как-то все легко происходило? Ну, наверное, от собеседника все-таки зависело. Но в целом вообще легко было. Не знаю, у меня был партнер, китайский мальчик, и нам вообще было очень легко общаться. А как его звали? На китайском мы его звали Ван Джижуй, но мы его прозвали все Яриком. Ярик? Почему? Я бы Ваней прозвал, раз он Ван Джижуй. Да. Ну, так вот вышло, да, потому что у него английская... Он не оказался? Не-не, он вообще довольный был всем... Откликался на имя Ярик, да? Да, он всем рассказывал, что его так зовут, да, потом полное имя ему дали, Иванов Ярослав Александрович, он просто был без ума от него, по-моему. Да, то есть его даже потом китайские студенты начали называть Яриком. Ну, вот так дали человека на всю жизнь прозвище. Да. Эх, Ярик. А, да, кстати, контакты записали друг друга. Как у них там вообще... Да, мы сейчас все общаемся. Социальные сети, китайские студенты тоже? Ваш вот как бы куратор китайский. Его как прозвали? Мы прозвали его Дима, но его настоящее имя было Ли, и он был гораздо спокойнее Ярика во многом. Слушай, как гораздо спокойнее Ярик? Он что, был пуль? Флегма такая, да? Или как? Просто мой был более спокойный в речи, более рассудительный, наверное. И у нас с ним было очень много... Ботаник, что ли? Да, в какой-то степени. Китайский ботаник, да. Вот какой он китайский ботаник. И у нас с ним было очень много увлечений. Общих, да? Да. Что было удивительно, потому что я не думала, что может быть с китайцами очень много общего. А что было именно общего? Скажи, просто интересно. Что может быть у русской девчонки общего с китайским мальчишкой? Мы оба занимаемся музыкой и посещаем этому все в свое свободное время. Также мы смотрим одинаковые фильмы и любим одинаковых героев. То есть вы просто любите музыку или вы исполняете? Исполняем музыку. А вы на чем играете? Я играю на фортепиано. А он? На традиционном китайском инструменте, название которого я запомнить не смогла. Там что-то струнное. Что-то струнное, да? И на пианино он играет тоже. На таком, на европейском пианино, надеюсь. То есть не на китайском, да? До этого-то получилось что-нибудь исполнить? Не хватило времени. Не хватило времени. А вообще у китайских студентов, что касается той же самой учебы, они больше по сравнению с нами, с вами вернее, учебе время уделяют? Меньше или примерно так же? Мне кажется, примерно так же. А вообще отношения, мировоззрение в этом отношении? Ну, у них вот такая же система, как у нас. Есть бакалавриат, магистратура. То есть мы сейчас приехали, сдаем сессию. Китайцы приехали, тоже сдают сессию. То есть примерно одно и то же. То есть мы такие же студенты, как и они. А вот само отношение к учебе у китайцев, оно какое-то более серьезное, чем вот у русских студентов? Или они такие же точно, как и мы? Да, я так же улыбаюсь во время сессии. В программе «Союз нерушимый» китайские студенты приходили к нам в студию, и несколько раз они произносили эту мысль о том, что вот у них учиться, 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 это такой залог. Ленинский лозунг такой, да? Нет, залог того, что ты выбьешься в люди. То есть у них более осуществительный. Стараться, стараться. Вот так мы в прошлый раз выяснили. То есть далеко не все китайские студенты таковы? Ну да, но также вот, например, на примере своего партнера могу сказать, вот он тоже, он учится, ему учеба, конечно же, очень важна, но он такой же, как и русские студенты, да, бывает, ходит в клубы и какие-то активничает в университете. То есть такой же точно, можно сказать. Только китайский, да. То есть в принципе, Стар только говорит по-китайски, да? Да. То есть вот тоже активизм какой-то проявляет, или там тоже их подбирали по такому принципу? Ну, конечно, отбирали наиболее активных и достойных, но мне кажется, что китайские студенты, ну, это взгляд преподавателя, они более дисциплинированы. Они... Вот сказал, он сделал. Да, да, да. Слово преподавателя или учителя для них, ну, закон, по сути дела. А пару прогулять там у них это как? Об этом речи не идет. То есть вообще речи нет? Ну, так они категорически отличаются от русских студентов. А может быть, вам как преподавателю с методикой удалось еще познакомиться? Преподавание языка? Ну, мы были... Нет, нет, мы с языковыми нигде никак не пересекались, но мы были на нескольких лекциях, ну, такого вот общего плана. Интересная лекция в самом начале, в первый день была посвящена китайским иероглифам, и как они отражают китайское мышление, китайский менталитет. Их очень много, но... Четыре тысячи примерно. Четыре тысячи. Да, но тысяча наиболее употребительных, и этого достаточно. И очень интересно, профессор он лингвист, он по-русски читал эту лекцию. Очень интересно вот это, как отражается эта китайская ментальность в этих иероглифах. Очень интересно было. А вторая лекция, которую нам про пожары как раз рассказывали, интересно, на самом деле интересно. Вот она была с точки зрения лекции, вот для меня, действительно что-то новое в методическом плане. Поскольку... В смысле как само построение лекции? Да, само построение, презентация материала. Очень мне понравилось, очень. То есть, может быть, я не знаю, в какой степени это у меня получится использовать и применить, но это очень интересно. То есть, это не просто лекция, он рассказывает, у него есть какие-то... Ну, понятно, к презентациям все уже давно привыкли, это в порядке вещей, но это презентация нового какого-то формата и нового уровня, и видео, и 3D-моделирование, опять же, и так далее, и так далее. То есть, именно больше технических средств используется, да? Да, да, да. То есть, не само построение лекции, а вот именно само оформление. И как эта презентация сделана. То есть, такие... Ну, потом, когда нам все эти технологии показали, то ничего удивительного нет. То есть, оказалось, что это еще отстой был, да? На самом деле, он мог круче сделать. Нет, наоборот, вот он эти все новые достижения, у него все это было в его лекции. Кстати, Анатолий Валерьевна, а дальше у студентов-лингистов есть возможность на стажировку уехать за границу в тот же Китай? Существуют эти вещи еще? Вот моя, например, одноклассница съездила, и замуж вышла благополучно, там осталась в Китае, в Германии. А, в Германии. Нет, я буду говорить про Китай, то, что мы видели и то, что, так сказать, испытали на собственном опыте. Они все рады русским студентам, они приглашают всех в магистратуру. И вот с нами ездили девочки четвертый курс, который на будущий год заканчивают, которым это интересно. Последний год как раз можно посвятить оформлению документов и так далее. И они готовы, они предоставляют стипендии для обучения в китайских вузах. То есть, первый год посвящен изучению китайского языка, а два года магистратура — это какая-то специальность. И это стипендия, которая покрывает и учебу, и проживание, и даже какие-то остаются средства на то, чтобы жить. То есть, это стипендия для магистрантов, она выше, чем у нас, да, получается? Да, да. То есть, это вот, по сути дела, ты приезжаешь в Китай, у них ведь нет бесплатного высшего образования. Но вот такие стипендии, такие гранты, они покрывают эту стоимость. И получается, что в Китае ты учишься бесплатно. Так интересно, да. Очень привлекательно. Совершенно иная такая структура, подходит совсем другой, да. Буквально несколько секунд, ну что, вернуться, возможно, хочется, уже нет, или еще... Соскучились по Китаю. Здесь пока еще по Розе не есть. Да, безумно. По Диме, по Ярику. Ну, вы с ними, наверное, это ВКонтакте. Да, мы все приглашаем их в Россию, они нас все приглашают в Китай, то, что я надеюсь, что мы еще все встретимся, посетим в Китае не раз, и они посетят в Россию. Ждем их. Можете дать им задание. Мы сегодня обязательно наш разговор, нашу программу выложим на нашем сайте, хакирова.ру, вы можете ссылочку отправить. Да, и пусть они сидят и переводят. Пусть слушают, пусть переводят. Ну, тут как минимум одну фразу они поймут по-китайски. Спасибо большое. Завершаем на этом мужской понедельник нашу программу «Дневной разворот». Санна Гущина, Дарья Хлупина, студентки факультета лингвистики ВИДГУ и Татьяна Щербакова, доцент кафедры романа германской фиологии факультета лингвистики. Спасибо, большая удача. Спасибо, большая удача вам. Спасибо вам, всего доброго. До свидания. До свидания.